Каким должен быть город? Удобным для жизни и отдыха, безопасным, красивым, а в преддверии Нового Года еще и ярким. Здравствуйте! В эфире программа «Город живет» и с вами Мария Савохина. Как справляются с этими задачами в Кировске, увидим сегодня. Зима в Кировск пришла с метелями и морозами, но Центр материально-технического обеспечения готов к любым капризам погоды. Касается это как механической, так и ручной уборки города от снега. Работы идут круглосуточно 7 дней в неделю. 24 на 7, как сейчас модно говорить. Техника наша работает в круглосуточном режиме. Антигололедная обработка также проводится круглосуточно. Вывозится снег усиленно. Приоритеты у нас расставлены так, что основные дороги у нас расчищаются в первую очередь, но при этом мы не забываем и про проезды, про пешеходные зоны, про социальные объекты, про парковки. С начала сезона с городских территорий уже вывезено более 33 тысяч кубических метров снега. Для примера, один самосвал вмещает около 20 кубометров или 8 тонн снежных масс. В рабочую смену он делает около 18 рейсов. У водителя-погрузчика дежурство еще напряженнее. Это наша работа. Мы же не первый год работаем. Работа нравится? А куда деваться нравится? Я 35 лет уже на погрузчик. Следить за тем, как убирают улицы, можно через интернет. Для этого в нашем регионе на портале НашСевер создан специальный сервер. Здесь можно увидеть, какая техника на смене, график выполнения поставленных задач и виды работ. Комфортное проживание в городе – это не только чистые от снега дороги. В преддверии Нового года хочется праздника, уюта, тепла и много огонечков, как в детстве. Праздничная иллюминация поднимает настроение детям и взрослым, а малыши вообще в восторге. Олени Деда Мороза, мамонты, танцующие елки или оркестр снеговиков. И от всей этой красоты на душе становится теплее, несмотря на 20-30 градусный мороз. Город украшают к Новому году. Появляются красивые фонарики. Да, фонарики появляются. Как-то на площади видела этих слойников. Вот, вернули их. У ЗАГСа красиво каждый год делаю. Скажите, нравится, когда украшают город и создает ли это праздничное настроение? Конечно, нравится. Хоть какой-то интерес, красота в жизни. Не-не, хорошо. Город украшают красиво. Мне нравятся вот елочки у нас тут, трон возле ЗАГСа, фонарики. Дети смотрят по сторонам. Мама, смотри, фонарики, мама, смотри, тут, смотри, гирлянды украшены. Ну, детям, конечно, в радость. Взрослые уже как-то по-другому спокойнее это воспринимают. Ну, идешь, да, красиво. Настроение немножко подымается. В этом году подготовку к новогоднему украшению города специалисты Кировской горэлектросети начали в октябре. Привезли со склада конструкции, провели ревизию. Все, что надо, отремонтировали. То есть люди не особо аккуратные. Детей сажают, там и сами облокачиваются, все рвется. А чем опасно вообще зимой сажать ребенка и самому прикасаться вот к этой скульптуре? С электричеством. Ну, так это же электричество. Так, если рядом стоять, не опасно. Ну, то есть нужно очень аккуратно и бережно относиться еще не только потому, что это наше общее имущество, потому что повреждение этого имущества может быть опасно для здоровья. Только после тщательной проверки световые украшения появляются на улицах города. Важно, чтобы было не только красиво, но и безопасно. Установлено более 30 световых фигур. Это такие, как мамонты, снеговики, олени и другие композиции. Также на опорах наружного освещения размещены светодиодные консоли световые. В общей сложности их будет более 100 штук. Соответственно, будет наряжено 8 маленьких елей и одна центральная ель на городской площади. А с каким нетерпением все ждали главную новогоднюю елку. И вот она приехала, живая 14-метровая красавица, которую установили работники ЦМТО. А вот наряжают специалисты Кировской гор-электросети. Украсят елку не только гирлянды, но и работы участников конкурса «Наряжаем елку вместе». Как прошлогодние, так и новые. До 15 декабря включительно в свои подделки можно принести в читальный зал Кировской центральной городской библиотеки имени Горького. В часы ее работы. Библиотекари говорят, что в последнюю неделю кировчане стали активно приносить елочные игрушки, сделанные своими руками. Многие из них коллективно их изготовили воспитанники детских садов. У вас тоже есть возможность нарядить городскую елочку. Приветствуются игрушки с фантазийными рисунками, объемные фигуры, стилизованные сосульки, конфеты, бусы, шары. Условия конкурса елочного украшения должны быть размером от 35 до 75 сантиметров, весить не более полутора килограмм и приготовленные из материала устойчивые для наших погодных условий. Важно оставить контактную информацию об участнике, чтобы организаторы могли связаться с ним во время подведения итогов. А какая зима без горки? В театральном дворике ее уже монтируют. Конструкция горожанам хорошо известна и уже опробована нашей детворой. Общая протяженность скользящей поверхности 10 метров. Несколько лет назад требования о безопасности подобных конструкций ужесточили. Власти Кировска тогда приобрели разборную горку многоразового использования, которая соответствует всем ГОСТам и стандартам безопасности. Продолжается благоустройство Кировского парка. На масштабное преображение этого популярного у жителей и гостей города объекта из областного бюджета выделено 58 миллионов рублей. При разработке проекта постарались учесть интересы посетителей самых разных возрастов. Из новинок – входной знак с картой территории. Продолжается установка навигационных табличек-указателей. При входе всех встречает полигональная фигура лося. В районе игровых площадок появился медведь, также сваренный из металлических листов. Помимо благоустройства мы в парке еще выполняли замену светильников. На светодиодные установили дополнительно 30 опор. И поменяли старых ДНТовских светильников 85 штук. Ну и также еще выполнили устройство видеонаблюдения, которое на данный момент уже ведется пускналочная работа и скоро она будет в действии. В дальнейшем она будет подключена к системе безопасных городов. А сейчас трансляция видеонаблюдения выведена на сок горняк. Не устаешь удивляться, как быстро преображается Кировск. Всего за несколько дней он стал похож на зимнюю сказку. Совсем скоро на главной елочке зажгут новогодние огни, а на улицах города можно будет встретить Деда Мороза со Снегурочкой. Город живет и развивается вместе с вами, для вас. Это была Мария Савохина. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!